МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы помните, я приношу только хорошие новости. Вот очередная. Сбылось то, что я и предсказывал много месяцев назад. Я это могу с радостью констатировать. Вопреки болтовне всевозможных американистов, что Трамп, дескать, спекся, что его не хотят американцы, что кандидатом от республиканцев обязательно будет молодой и рьяный Десантис, именно Дональд Трамп теперь расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом. Убедительная победа Дональда на праймерис в Нью-Гэмпшире, вечно колеблющемся в штате, звонком флюгере американской демократии, заставила отшелушиться всех его конкурентов. Формально осталась одна Никки Хейли. Дама с истеричными глазами, на высоких каблуках и с высокими нотками в голосе. Жигучая брюнетка. Где теперь она будет отжигать? Какая разница? Она может попробовать взять психологический реванш в Южной Каролине, где была губернатором. Но это имеет значение только для ее самоуспокоения. Вот Хейли и признала свое поражение. Куда ей деться? Согласно статистическому агентству Ad Impact, все республиканские кандидаты в общем потратили на рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире 77 миллионов долларов с начала 2023 года. Из этой суммы доля штаба Никки Хейли составляет 31 миллион долларов. Дональда Трампа 15 с гаком. То есть денег Трамп потратил вдвое меньше, а голосов набрал вдвое больше. А спонсоры Хейли умеют считать деньги и их эффективность. Но главное не в этом. И даже не в том, что тайными спонсорами Хейли были и пока остаются как раз демократы. Она ведь засланный ими казачок. Главное в том, что Хейли представляет в республиканской партии ту самую замороженную со времен Холодной войны протухшую селедку антисоветизма, которая в пылу борьбы с Трампом разгорячилась, потаяла и завоняла. Смрад русофобии и патологической тупости, идущей от ископаемой военщины, ударил избирателям в нос. И они отвернулись от Никки Хейли. И повернулись к Трампу. В этой ситуации Дональду нужно развивать успех. И он именно этим и занят. Он и раньше грозил объединенному республиканско-демократическому глубинному государству, Дип Стейт. Но теперь в Нью-Гэмпшире он прямо объявил ему войну. С помощью вот такого заявления. Они четыре года закрывали мне рот. Но теперь я говорю вам, «Не было никакой атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра», сказал Трамп. «Не было той атаки, какую нам показали, и того, что в этом замешаны другие страны. Но в итоге нас втянули в войну на Ближнем Востоке. Мы потратили 9 триллионов, мы убили миллионы людей. И чего добились? Ничего. Мы получили только смерть и кровь. Это позор», – заявил Трамп в ходе своего выступления после победы на Праймерис в Нью-Гэмпшире. «Это то, о чем я отвержу все эти годы, начиная с самого утра 11 сентября 2001 года, о чем я писал в дюжине статей и что убедительно доказал в своей книге «Гриф строго секретный». Это то, о чем догадывались и другие исследователи, и журналисты по всему миру, и что признал теперь самый знающий данную тему человек, бывший и будущий президент США Дональд Трамп. Теракт 9.1.1 спланировали, осуществили, прикрыли и использовали как предлог для глобальной агрессии спецслужбы США по прямому заданию американского правительства. И при визгливом одобрении типов, подобных Джо Байдену и Нике Хейли. Вслушайтесь в следующую фразу Трампа. «Они четыре года закрывали мне рот». Четыре года – это президентский срок. Дональд тем самым прямо говорит, как президент США, имеющий доступ к высшим секретам наций. «Я узнал правду про спецоперацию ЦРУ и Пентагона о создании грандиозной и кровавой мистификации с башнями-близнецами в Нью-Йорке. И теперь я намерен раскрыть ее. Я не буду больше молчать». Это объявление непримиримой войны. Рубикон, перейдем. Трамп возродился как настоящий боец и могильщик глубинного государства. Ждем подробностей и развития событий. На этой позитивной ноте я и говорю. До новых радостных встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин